Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о U5 ELS BIS. Это машинка из серии U5, их всего 3, U5 T34, U5 Firefly и U5 ELS BIS. Все эти три машинки в свое время я получил абсолютно бесплатно, проходя ивент, выполнял задачи и поочередно всех их забирал. Единственное, что отличает U5 ELS BIS от всех машин других, которые я получил, то, что я не успел получить вот такой вот прикольный светящийся двигатель. Но, честно говоря, мне и без этого как бы играется вполне нормально, на скорость, подвижность, точность, результативность не влияет, ну а чего еще желать. Итак, ребят, что собой машинка представляет? Машинка по своему внешнему виду очень сильно похожа на машины из серии Defender. Единственное, чем она отличается, ну как бы, то есть не единственное, я бы так сказал, единственное, чем она похожа на Defender, это своим внешним видом. И я очень сильно рассчитывал, когда их рекламировали, что они появятся в игре, что это будут машинки из серии Defender, которые будут обладать барабанами. На то время барабанов было мало, но это был крутяк неимоверный. Короче говоря, ребят, машинка барабаном не обладает, но в целом довольно-таки прикольная, довольно веселая, пускай и не сильно нагибающая и сильно фармищая, но интересная, потому что машинка уникальная. А мне кажется, это самое главное. Что действительно крайне, крайне плохо в данной машине, так это то, что для седьмого уровня оставили все равно 160 единиц альфы. Но это вообще, честно говоря, даже не смешно. Да, подняли среднее бронепробитие, но согласитесь, несущественно. Время перезарядки просто имба меньше 4 секунд, но у меня при этом стоит улучшение времени перезарядки. Почему? Потому что время, ну как бы пробития улучшается на 7, на седьмом уровне, я посчитал, что это не совсем то, что надо. И здесь решил конкретно на данной машине отыгрывать именно от времени перезарядки. Здесь же у меня стоит наоборот улучшенное пробитие на U5 Firefly, потому что для своего уровня время перезарядки просто имбовое, и 160 единиц еще хоть как-то. А вот когда у тебя 160 единиц, то есть было 160 единиц пробития вот здесь, да, то есть кто не смотрел обзор, 160 единиц пробития для пятерки, ой, пробития, простите, альфы для пятерки, бомба, вопросов нет. 160 единиц альфы для шестерки, окей, это просто терпимо, да, то есть если для пятерки классно, то для шестерки терпимо, потому что сейчас у многих ивентовых машин 160 альфы у всех, это стандарт, можно сказать. Но когда ты получаешь себе семерку с уровнем альфы в 160, вот здесь уже потихоньку хочется плакать. И это, честно говоря, прям грусть грустная, вот прям совсем. Это действительно то, что сейчас машинку прям уничтожает в бою, само собой. Что касается бронепробития, 145 единиц, как я вам сказал, я поставил ставку на улучшение времени перезарядки для того, чтобы поднять себе ДПМ. Потому что с таким суммарным уроном зашот, да еще и с худшим временем перезарядки, ну согласитесь, как бы вообще не фонтан будет. При этом тогда получается урон в минуту в 2 косаря 690, да, будем говорить 2 косаря 700. Согласитесь, ДПМ для седьмого уровня, в принципе, достойный, вопросов нет. И разброс и время сведения, цифры сами приятные, что это собой представляет, посмотрим в бою. Но скажу откровенно, все эти орудия по времени сведения и по разбросу, они играются, я бы сказал, одинаково и чувствуются одинаково. Я имею ввиду орудия серии Ю5. Единственное, что я сейчас сделаю, я сейчас добавлю себе обязательно голды, потому что то количество от тех же самых мэджаев, которые сейчас наплодилось в рандоме, ну просто не позволяют заехать с малым количеством голдишки, потому что сопротивляться, ребят, будет просто-таки нечем. Ну что, погнали в бой, будем заценивать старшего брата из семейства трехбратства Ю5 и что он может на сегодняшний день. Понятное дело, что на сегодняшний день он не особо может. Я вам скажу почему. Дело в том, что допустим, в свое время, когда машины эти появились, они игрались классно. Они игрались классно, потому что тогда не было таких товарищей в рандоме, как фараон, мэджай. Тогда вы могли столкнуться с каким-нибудь, я не знаю, там, барабанным могильщиком, но это были считанные единицы, понимаете? Так, я что-то упоролся, поехал, я думал, что меня хоть кто-то здесь поддержит. Ну ладно, окей, тогда возвращаемся к своим. На сегодняшний же день количество новых танков уже стало таким, и характеристики стали такими у этих танчиков, что данные машины, они уже, я бы сказал, особенно вот эта машина, они выпадают из баланса, да? То есть они уже не те, которыми были раньше, и они уже могут гораздо меньше. Вот, допустим, время от света у данной машины немножко подкачивало меня всегда. Ты быстрее светишься, реально, в бою, чем, ну, как бы, короче, ты узнаешь о том, что ты засветился, да? Гораздо позже, чем в тебя прилетает снаряд. Вот сейчас мне просто повезло, броню не пробил я у ВК, все-таки ВК есть ВК. Блин, да что ж такое? Ну, постой на месте, е-мое, дайте я поразбирать, вот чуть-чуть. Вот против таких товарищей приходится брать с собой голду. К слову, когда Ю-5, допустим, появились, то того же самого ВК в рандоме не было. Эту машину ввели в игру гораздо позже. Вот что мне теперь делать, я, честно говоря, ума не приложу, потому что с запасом прочности в 124 единицы я просто, ну, смертник. Самый, что ни на есть, натуральный. Брони у машины нет. Отыгрывает броню и машина крайне скудна. Вот сейчас повезло, что ко мне повернулась сушка, я хотя бы плюшку, да, там какую-то могу закинуть. Но сейчас этот товарищ развернется и начнет выцеливать меня. Ну, а я для него, в принципе, товарищ шотный. Ну, не он так вот этот товарищ меня вынесет, которого я, честно говоря, не заметил вот во всем вот этом вот вакханалическом бою. Досматриваем данный бой, запрыгиваем в следующую каточку и попытаюсь как-нибудь сыграть поосторожней, поаккуратней. Ну, а пока зацените, пробили меня спереди, пробили меня в башню. Меня по бокам никто не бил, до этого и не понадобилось, потому что, в принципе, тех плюх, которые мне залетели от двух сушек, мне было больше, чем достаточно для того, чтобы немножечко посопливить и поплакать. Ну что, досматриваем катку, запрыгиваем в следующий бой и будем обсуждать машинку дальше. Ну что, друзья мои, бой закончился победой. Спасибо большое союзникам за то, что вытащили. Урона практически никакого не нанес. Все остальное даже заценивать там особо нечего. Поэтому просто запрыгиваем в следующий бой и посмотрим, возможно, в этом бою получится хоть что-нибудь немножечко получше сделать. У меня, честно говоря, вот из всей линейки U5, моим любимцем является танчик пятого уровня, U5-T34. По одной простой причине, потому что по совокупности его характеристик и по совокупности его возможностей, он на сегодняшний день на своем уровне показывает себя самым достойным образом среди всех трех братьев. Я бы сказал так, чем старше, тем хуже. То есть, если U5-T34 на пятом уровне, он себя показывает нормально, достойно, да, не имбовая машина, но, по крайней мере, хоть как-то комфортная, то чем дальше влез, тем жирнее партизаны. Потому что U5 Firefly показывает себя уже куда похуже. Дальше вот этот товарищ, который постарше, он вообще становится настолько унылым, ну, честно говоря. Ездит он, конечно, прикольно, и время сведения у него нормальное, и время перезарядки у него классное. Но все равно на своем уровне, ребят, он уже не отыгрывает. Раньше, да, вопросов нет, он действительно отыгрывал прикольно. Сейчас же, ребят, ну, остается только креститься и молиться, когда ты на данной машине выезжаешь в бой. Потому что, по-честному, ты понимаешь, что практически в любой момент тебя сейчас начнут разбирать, надолго тебя не хватит, хотя запас прочности в целом у тебя довольно неплохой. Ну, короче говоря, вот так ты на нем не играешь, да, там, от фарта к фарту, я бы так это назвал. В чем действительно стоит отдать должное машинке, так это в двух пунктах. Подвижность машины и КДшка, одетая на точность, вот так бы я это назвал. Потому что точность у данной машины классная, действительно, как и у всей линейки U5. А КД самая классная из всех машин серии U5. Но все-таки, блин, оставить ей, я понимаю, что увеличили, да, я понимаю, ребят, что увеличили КД, да, там, в смысле, уменьшили КД, увеличили скорость перезарядки. Но, ребят, все-таки оставить данной машине 160 единиц альфы, это какое-то кощунство для седьмого уровня. Я говорил про машину шестого уровня, что поскольку эта машина уникальная, и поскольку у данной машины, как бы, то есть, был такой статус привилегионного, да, какого-нибудь бойца, то было бы неплохо, чтобы на шестом уровне уже альфа была не 160, а хотя бы там 175-180. Окей, но тогда и альфа на данной машине, она тоже должна была быть хоть чуть-чуть повыше. Потому что по-другому машина, ну, игралась бы существенно получше. Также машинка играется, я бы сказал, ну, не совсем фонтаново. Ей не хватает все-таки альфы, хоть время перезарядки классное, но, ребят, без альфы особо ничего в бою не зарешаешь, даже с классным временем перезарядки. Вот сейчас, стоя перестреливаясь с этим товарищем, он преобладает надо мной по альфе, и, соответственно, если бы мне сейчас не помогли, и я не поджег его, то мне было бы очень-очень грустно, и, скорее всего, на каком-нибудь последнем издыхании я бы, возможно, этого товарища и забрал. Ну что, давайте будем заканчивать бой, будем суммировать по данным машинкам, ну и, соответственно, будем выбирать... Давайте будем ремкаться тогда. Броня не пробита, понятное дело, броня не пробита, все-таки тигр первый, как-никак. Итак, бой закончился, в данном случае я еще и умудрился выжить на данной машинке, хотя не часто, честно говоря, на конкретно этом аппарате получается выживать в бою, но только если где-то хоронишься. Что касается результативности по настрелу, я пытался максимально дальше держаться от соперников, понятное дело, я не вылазил на рожон, поэтому урона не нанес насколько много, насколько мог бы. Но это был залог именно успеха выживания, да, данной машины, потому что если бы я действительно вылез куда-нибудь прям к соперникам, поверьте, все бы сразу переключились на меня и начали бы меня выносить. И даже мое быстрое КД меня бы не спасло и абсолютно ничем не помогло, потому что альфой я бы похвастаться не смог. Я нанес 1000 единиц урона, сделал 1 фраг, и что касается по серебру, я сделал 28000 серебром с учетом према, а без учета према 15500. Если вы не смотрели обзорчик на Ю5Т-34, посмотрите обзорчик на него, посмотрите какой фарм был там, и вы поймете, почему я больше люблю танчик 5 уровня, чем 7. Ну а честно говоря, среди этих братьев вот так они идут. Как правило, старший брат лучше, чем средний, а средний брат круче, чем младший брат, да, то есть, ну типа по возрасту, да, там кто сильнее. Но по факту, ребят, получается, что Ю5Т-34 на своем уровне куда интереснее и веселее, чем Ю5Файрфлай на своем, и уж тем более, чем Ю5ЕЛСБИС на своем седьмом уровне. Это был абсолютно честный обзорчик на Ю5ЕЛСБИС, ну а если вы за честные обзоры, если вам нравятся катки руками среднестатистического танкиста, для того, чтобы понимать, как эти машины будут лежать в ваших руках, подписывайтесь на мой канал, вот здесь вот по желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен, ну и жду вас на своем канале на новых видео. Ставьте колокольчики, ставьте лайки, если есть что добавить, обязательно пишите в комментариях, я отвечаю на ваши комменты в обязательном порядке. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok